Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как правильно понять, для меня, наверное, не доходит. Мне кажется, если муж не говорит своей жене ничего хорошего, это я не про комплименты, они мне только снятся, то есть вообще не хвалят, не просто сказать, что в республиканном плане, но что касается негатива, отыгры на первом месте. Если что-то в видовом плане не так, приготовление пищи или воспитание ребенка, то частенько. И тут я хотел с ним обсудить такую тему, раз он мне только претензии выставляет, то он тогда со мной делает, из-за детей что ли. Но он из таких, что будет терпеть, в итоге ничего мне не ответил. Мол, думает он иначе, а если он и не говорит, это якобы не означает, что он не думает. Я считаю очень странным такое поведение. Как поругаться, то он первый. А как сказать, что это приятно, то он не любит телячьих нежностей, но дело не в нежностях, просто иногда как-то подбодрить, либо просто не засаживать элементарно. Вы можете, конечно, спросить, а как он маму тогда понравился. Либо просто не засаживать, да, изначально он и не был мягким, но и не был черт. Конечно, я только высказал, что я изменилась после беременности, а я не изменилась. Я просто стала так же относиться, как и ко мне. Просто очень стало обидно, даже когда в положении находясь, я не поддерживаю. В общем, мой вопрос или даже недопонимание, чтобы разъяснили мне, как так можно изначально не говорить ничего хорошего обо мне, но внутри якобы есть. Ну, совершенно очевидно, что может. А если бы был нельзя, то этой бы ситуации не было. Да, есть такие люди, которые действительно не говорят то, что у них внутри, есть такие люди, которые, ну, на самом деле, сидят своих чувств, такие люди правда есть, но, как бы, ваш это случай или нет, тут сковеда, сковеда, сковеда однозначно не зря, потому что нужен дополнительный номер. Что гораздо важнее, как мне кажется, это то, что вы очень сильно здесь пытаетесь опереться на своего мужа. И, с одной стороны, пытаясь опереться на своего мужа, вот, и тем самым демонстрируя недоверие к себе, а значит, зависимость от него. Помимо этого, вы еще и такое чувство, что воспринимаете себя и своего мужа только как, собственно говоря, жену и мужа. То есть исключительно, как, вот, ну, членов семьи, да, тех, кто ведет какое-то семейное хозяйство, вот, но никак не личности, двух личностей, в которых есть что-то общее. И мне кажется, что это очень показательно, потому что очень часто такое вот происходит, когда люди довольно сильно и абсолютно необоснованно снижают спектр восприятия себя и другого. Спектр восприятия себя и партнера. И в итоге это заканчивается, мягко говоря, ничем хорошим. Мне кажется, что, ну, во-первых, вы себя явно принижаете, вы себя явно обесцениваете, вы явно, как бы, требуете от своего супруга, скажем так, некоторые определенности, судя по, ну, судя по вашим словам, да, вот. Вы требуете от своего супруга определенности, вот, но эта определенность, она в первую очередь нужна вам, она не нужна вашему мужу. И вот это очень важно понимать, очень важно понимать этот момент, что определенность нужна именно вам и только вам. И все. И не имея возможности получить ее для себя самостоятельно, вы пытаетесь опереться на него. Знаете, и от этого страдает мужчина же чувствует вашу зависимость от него, скорее всего, и это позволяет ему вести себя вот так, как он себя ведет по отношению к вам. Его доминирование, его претензии, его какие-то вот, скажем так, колкости волшебров, может быть даже элементы газлайтинга. Вот. Это следствие, к сожалению, вашей низкой самооценки. Это следствие вашей неуверенности в себе, это следствие того, что вы в отношениях, скорее всего, пропускали то, что для вас важно. Ну, веб пропускали. Вы и пропускаете, как мне кажется до сих пор. И, соответственно, это следствие. То, что вам важно. То, что вам важно. То, что вам важно. Вот. И, соответственно, в этом, как мне представляется, заключается одна из главных ваших проблем. И, соответственно, чтобы ситуацию эту разрешить, необходимо вам корректировать в первую очередь свое отношение к себе. Работать с личными границами на оценке страха, поведением, конечно же, учиться, конструктивно разговаривать с вашим мужем, вот. И конструктивно выстраивать коммуникации от них, если вы, скажем, до сих пор этого, например, не сделали, если вы до сих пор этого не умеете. А чем еще нужно, как мне кажется, определиться по возможностям? Это с тем, считает ли ваш муж проблемой то, что происходит вот, ну, неизбывая. То есть, ну, воспринимает ли он как проблему то, что происходит с вами. И это очень важно, очень важно, потому что, если он воспринимает это как проблему, то вы можете вместе обратиться к психологу и поработать. Если нет, если он не воспринимает это как проблему, то в таком случае, к сожалению, можно говорить о том, что он особо здесь ничего не сделал. Ну, ну, в этом смысле особо ничего не сделал, потому что мужчина все устраивает. И меняться он, вот, скорее всего, да, не собирается в этом смысле, к большому, к большому сожалению. К сожалению, человек не собирается меняться, не будет меняться и так далее. Вот, поэтому тут, конечно, такая вот проблематика, вне всякого сомнения присутствует. И нужно, как мне кажется, иметь ее в виду, эту проблематику. Вот, обратите внимание, что вы пытаетесь понять, значит, человека другого. Вы не пытаетесь понять себя. И, на мой взгляд, это, конечно, очень-очень-очень тревожный факт, потому что, если вы пытаетесь понять другого, вы живете другим человеком, но не живете с нами и не разбираете себя. А нужно именно исследовать себя, именно исследовать то, как вы хотите, как вам нужно, чего вы хотите и так далее. Потому что это гораздо более продуктивно и гораздо более легче сделать, чем то, что вы делаете сейчас. Вот, надеюсь, что я смог для вас этот аспект, конечно. Вот, хотя, конечно, я понимаю, что, может быть, вы и не будете с этим согласны. Вот, ну, тут уже вопросы исключительно, ну, как-то, позиции вашей. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Понимаете, да? Вот, поэтому работать нужно, на мой взгляд, именно с этим. Не пытаться понимать, понимать человека, что невозможно сделать, потому что он даже сам может не отдавать себе отчет о том, что происходит, как происходит и так далее. А больше обращать внимание все-таки на себя, больше все-таки стараться исследовать себя, свои реакции, свои чувства и смотреть в сторону того, чтобы не предавать себя. Да. Да. Вот. И, соответственно, спросить себя, вот, в этом смысле, честно, да, то есть, может устраивать у меня такое отношение с мужем, если у меня, что там, ну, теоретически, да, хотя бы. Если у меня какие-то чувства к человеку, вот, и если, как бы, если эти чувства есть, да, если вы, ну, вот, можете найти, ну, в себе вот эти чувства. А, допустим, то продолжать отношения, а если нет, если вы не можете найти в себе этих чувств, если у вас остался только один негатив, то, наверное, имеет смысл сначала этот негатив прожить, чтобы он вас не отравлял. Имеет смысл, а, эм, так сказать, немножечко снять. А, понес? А, вот. А, эмоциональный, что у нас. А, дальше уже, эм, смотреть, что, ну, как бы, останешься, а, то есть, вот. Ну, что будет. Дальше. Все будет. Этим негативом, негативом. Эм, шпрап. Эм, шпрап. Этим негативом. Эм, если там шпрапа, может быть, там ничего нет. Может быть, что бы осталось, в любом случае, мы этого не узнаем до сих пор, пока не преследуем и не поработаем с этим. Вот, пожалуй, такой ответ я мог бы вам сейчас предложить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения моей парадигмы, в которой я работал, да, вот, потому что мне хочется, как бы, вам помочь, да, вот. Хочется, чтобы у вас, ну, в этом смысле, пришло в норму, чтобы были вы по возможностям, чтобы были вы счастливы, вот. Но я понимаю, что не всегда, прямо здесь, сейчас это возможно, и я надеюсь только, что вы все-таки несколько вот, ну, откажетесь от идеи того, чтобы пытаться понять своего мужа, вот, и больше будете двигаться именно в сторону того, чтобы понять себя. Это, мне кажется, гораздо, ну, гораздо важнее, интереснее, вот, продуктивнее, вечно чем то, что вы делаете сейчас. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь за помощью, вам я буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой.